Продолжение следует... Они дают им возможность проявить максимум своих душевных сил. Так что наша дорогая Елена Сергеевна должна нам быть в принципе даже благодарна за такую блестящую возможность самоосуществления. Все замечательно. Ты говоришь, молодец, не забывай. Вот. Я считаю, что уходить нельзя. И дело даже не в том, завтра у нас завтра или нет. Хотя если мы уйдем сейчас, я не исключаю только возможности. Наша задача сделать ее из обвинителя-сообщницей. Вы погоди. Если она, как ты выражаешься антигонно, она никогда в жизни не станет нашей сообщницей. Ну, во-первых, антигон в чистом виде не существует. А во-вторых, к каждой психологической модели можно подобрать ключ. Я знаю, как сломить наш антигон. Ключик от двери, дай. Ну, уходим. Допустим, просто. Насилие. Насилие. Хорошо, хорошо. Если мы ее того... То кто на ключе дадут? Повторяю, насилие. Только не над самой антигоной, что бессмысленно. А над ее ближним, но на ее глаза. Да, ближним это как? А так, Витенька, возьмем тебя под белую ручку и скажем, либо Ивене Сергеевне нам будешь давать, либо мы его седьмого этажа развернем. Это шуточка, девочки. А почему шуточки? Только этим способом нужно пользоваться крайне осторожно, когда противник начится психологически разбит и морально разложен. Тогда будет достаточно этого последнего удара, чтобы ее окончательно дарить. Так, подожди. Ты меня сейчас, реально, седьмого этажа. Я буду действовать по вдохновению. Сейчас наша задача – это моральное разложение противника. Хорошо. Как мы ее разложим? Ну, как дети, честное слово. Ляль. Вот я вижу, лялька меня принимает. Это правда, ведь все идеалисты. Мы весьма смутны представления действительности. Правильно. Правильно. Открыть ей глаза на мир. Да. Открыть глаза на мир. Обнажить, так сказать, дно. Показать ей реальное лицо жизни в нашем лице. И пусть оно обернется и молчей мордой. Но, грубо говоря, надо сыграть подолго. Ну, может, тогда лучше нафиксы для натуральности, Витюша. Просто сыграть. Посмотрим. Надо будет, добьешься. Не скрасим ты в портфеле. Ой, Витюша, быть тебе алкашом. Ладно, ладно, вылюбить так. Я пользу делаю. Ляля, у тебя нет возражений против намеченной программы действий? Тебя она не кажется слишком глупой? Остальные, естественно, за. Голосовать не будем, мы не бюрократы. Ляля, можно вас на минуту? Ляля, ты... Давай. Смотри, ты там подоживай на все части. Я же заняю, она умница, она разберется. Дальше, скажите, почему вы не уходите? У нас же добавляем возможность уйти. Вы понимаете, что вам грозит? Дальше, я надеялась, что вы хотели бы выжить, девочка. А я не девочка. Что-то не важно. Вы пометили, что же не скандал? И вы вообще не получите никакого аттестата. Ваше поведение отсюда. Вы реоцениваете свои силы. То есть как реоцениваете? У нас на свадьбе. За что? Как за что? И я просто перестаю что-то именуать. Ляля, просто объясните мне, пожалуйста, что происходит? Почему вы ничего не боитесь? Мы не знаем. То есть не боитесь, да? Вас нет. Ну, в таком случае вас надо просто спасать. Вы же не понимаете, что вы творите? Елена Сергеевна. Давайте я в оборудовуюсь к Северу. Вот правда. Дали бы вы мужу ключ. И все. И никакой волокит. Вы бы уже спали себе спокойно. Они бы все быстро сделали и ушли. Ляля, скажите, вы это сейчас серьезно? Ну да. Но это же подлость. Ну да. А жизнь вообще подлая штука Елена Сергеевна вы не находите? Ну хорошо, скажите. Вам честно приходится ездить в городском консульстве? Ну конечно. У нас же с вами нет собственных автомобилей. И там вы, конечно, видите лица наших женщин. Лица, на которые, ну, словно замок ржавый железный повесил. А я видела руки в женщин Елене Сергеевне. Они выходили из разноцветных автомобилей и шли к столичному кинотеатру, где показывали новый фестиваль киножидля. Вот это вы видите. Ну и что? Все. Елена, подождите, так вы хотите сладкой жить мне, так? Ну конечно, Елена Сергеевна, конечно. Если кого-то можно, то почему же не мне? Кажется, мне с ней давнее позвонят. Ой, девочка, позволяет. Ну вы скажите мне, ну разве в этом счастье? Елена Сергеевна, что вы? Нет. Счастье, разумеется, в труде наоборот. Хотя мы так привыкли к убогому существованию, что уже и замечательно перестали. Но давайте, например, поговорим с вами, как женщина-женщина. Идите. Ну вот. Посмотрите на себя. Вот как я делаю девицу. Ну как? Как-как. Над вами же в школе все смеются. Нет, это не так. Нет, не так. Дождите. Дождите, еще не все. Посмотрите. Вы же интереснейшая женщина, Елена Сергеевна. А ходите. Бог знает в чем. А вы чувствуете, Елена Сергеевна. Вы с премьерской давно были? А ваша дешевая помада, Елена Сергеевна, ваша дохимия. За четыре. Довольно. Не понимаете, вы можете так жить, Елена Сергеевна. Не понимаете, вы можете так жить, Елена Сергеевна. Да правда. Вы же живете, смотрите, без ласки, без внимания, без всяких маленьких радостей. Без любви, Елена Сергеевна. Вы же не женщина. Вы газетная передовица в любке. И вот после этого все долго с ней из нас увлекать только за то, что мы хотим жить по-человечески. По-человечески? Да? Да, Елена Сергеевна, а что? Сейчас все хотят отхватить кусок пожирнее от общего пирога. Ну что же, не правда, не все. Елена Сергеевна, ну хватит вам. Хотят все, не все могут. И те, кто не могут, говорят, что не хотят. Изморалица, отожди, зачем же упреться? Вы же прекрасно видите, что вокруг происходит, а все равно врете. Зачем? А что же происходит такого особенного, чего не было в другие времена? Всегда были люди, устремленные к вульгарному благополучию, но были и другие, с настоящими ценностями и идеалами. И почему же вы решили, что их больше не существует? Да если... Что? Что? Да если отробному миру с вас скажет, есть хотя бы один человек. Один человек. Один человек. Но тут не существует, а в рот не существует. Да, Елена Сергеевна, слушайте, да вы же действительно антигон. Елена, скажите, пожалуйста, а для вас вообще что-нибудь значится на честь, совести, страдания нет? Да давайте поговорим с нами, Елена Сергеевна. Давайте. Давайте поговорим о милосердии, о справедливости. Сначала вы все уничтожили, а теперь вы. Смотрите-ка, заговорили с нами о совести. Хотите знать, Елена Сергеевна, в чем между нами разница? Да вы всю жизнь свою боролись за то, чтобы элементарно выжить. А мы будем бороться за то, чтобы хорошо жить. Да, я о чём-то. Да я вынуждена рассчитывать каждый свой шаг, чтобы не повторить судьбу своей собственной матери. Я даже девственность не теряю. Надежды потомы выгодно продать. Да я теперь не то, что замуж. Я забыл партию с тобой, не сяду. Да ты же мне сама говорила. Говорила мы, что вы? Ты мне сама всё говорила? Да, 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 я говорила, что выгодно тебя замуж. Но при условии разве ты забыл? Я не забыл, я никогда не забывал никаких условий. А что ты думаешься? Старайся, старайся, дорогой. Вывезь кузнецин своего счастья, не правда ли, Елена Сергеевна? Как можно узнать, что за условия вы поставите, Паша? Конечно, при условии не жить в нищете. Так мы... Я же обещал, чтобы мы никогда не будем с тобой жить в нищете. Я тебе это говорил. Я знаю только одно, чтобы хорошо жить в наше время, надо стать подлецом. А я не уверена, что когда ты встанешь, я всё ещё буду тебя любить. Подожди, а вот сейчас, а? Вот пока я не очень не стал подлецом, ты меня сейчас видишь? Конечно. Конечно, дорогой. А как же мне тебя не любить, когда ты такой добрый, такой хороший, такой влюблённый, такой благополучный, с такой креативной квартирой? Я же девушка берегу, без корней, без связей. Я же просто обязана тебя любить. Я жить без тебя не могу. Ненавижу. Так, Витёк, на медведя, пошёл. Я, Сергея, вы бы знали, как я все эти семейные драмы просто не переношу. Вот и мой бать. Какой человек? Директор овощной базы. А мать себе боится, просто спасается, как грома и молния, я все делаю. О, блядь, Сергея, вот так. А хоть бы ты, конечно, все общий. А можете так после каждой двори? Я, вы, откуда, знаете, я же, это, припадочный, Илья Сергеевна. А у меня припадки, какой-то вот, у Фёдора Михайловича. Правильно, Паш? О, блядь, О, блядь, О, блядь. Дохнет, везде просто воздухом, дышать нечем. А так выходит, по Библии выходит, по Будде выходит. Ещё по кому-то там выходит, Елена Сергеевна. А знаете, а учёные всё знают, Елена Сергеевна. Они всегда всё знают, потому что процессы тоненькие, неулатиненькие Елена Сергеева. А знаете, что будет, если всем сказать, что скоро конец света? Елена Сергеевна, паника будет. Такая паника будет. Спичек не купишь. Не то, что праздника, Елена Сергеевна. А вы вообще знаете, что после Антона Русского... А я не пьян, скажите мне, пожалуйста, а? Да вы мне только объясните, а? Какую вещь? Почему, например, сыну профессора Андреевского, научного руководителя моего отца, вот, никогда в жизни не придётся вот так вот приходить к вам сюда, вот так вот принижаться, вот так вот, выгоняете эту недостающую балку математики, а? Да объясните, почему ему уже с самого раннего детства положено место в лучшем университете? Да почему его отец считает нормальным? Брать чужие статьи подписывают, и, кстати, отвечают своё. А мой отец, следители, считают это дело бесчестным, а, Елена Сергеевна? Я просто хочу, чтобы выгоняли такую вещь. Я не дам своё место никакому проходимцу, никакому. И если будет нужно, я буду драться за него зубами, чего бы этого ни... Вы хотите! Всё! Сейчас же прекратите ловить. Завтра же всех в школу, на пиццовет, каждого! Лицемеры. Я дам вам слава правды. Боже мой, кого мы растянули? Елена Сергеевна, форма вопроса следует чуть-чуть изменить. Лицемеры, заго, выбросили. Всё? Всё? Умилять себя. Всё же вы так кричите, а? Вы там всех соседей перепугаете. Знаете, который час? И не отдал. Не отдал. Дальше. Спасибо. 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 Скупа-то какая. Плохо работайте, господа. Без вдохновения. Я бы даже сказал бездарно. Застряли на одном месте. Лена Сергеевна. А вы не против, если мы вас немножечко обыщаем? Как при аресте. Вы что, вы с ума сошли? Да может, не надо. Может, не надо. Мое дело подлажит. А вы, китай, подвергникам, сюда поздравить акцент керезе. На выход, в честь и доктор, по поводу инциденте, пока не надо пройти, и он будет вызвать, и он будет вызвать, и он будет вызвать. А вы, и не забывайте. Я Лена Сергеевна. Я аккуратно. Вы даже ничего не хотите сделать. Вы даже ничего не хотите сделать. Я так и знал. Я так и знал. Ну что? Господа. Поищем квартире. Отдайте ключи. Я даже предупреждала вас. Отдайте ключи. Будет служить. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Руку и сердце Руку предлагают вместе с сердцем Дайте руку Дайте руку, прошу Руку и сердце Я у тебя День Сирьен Я все могу Я могу Поставьте сюда, пожалуйста День Сири День Сириен, да? День Сириен, да? Витя? День Сириен Лен Сириен, вы бы не верили ему Вы ему тройку поставите, а он в соленеет А я вот вас не обманую, Лен Сириен Никогда Вам сколько? Тридцать два, тридцать три, сорок. Впрочем, не важно, я эстер. Я делаю вам официальное предложение. Ну, конечно, в обмен на ключ. Я предлагаю вам стать моей женой. А все, что касается моих мужских достоинств, они будут целиком и полностью зависеть от вашей женственности, Елены Сергеевны. Выходите за меня замуж. Бог? Какой такой Бог? Я не знаю никакого Бога, Елена Сергеевна. Мы же атеисты. Вы что, забыли, что мы атеисты? Вы же нас сами учили. Вот знаете, что меня в этой всей ситуации больше всего поражает? Что наша любимая Елена Сергеевна пожалела худшего из нас, как попросту говоря, алкаша отброса. Елена Сергеевна, ну, милость, скажите, за что ему честь такая, а? Он же сам сюда вот пришел к вам. Он вас обыскивал. Он вам телефон сломал. А вы вот так вот в раз и простили его, что его только бедного витюша отбросом назвали. Он же, вы его извратили, а потом использовали. Это умение у вас уже есть. Бросьте, Елена Сергеевна, вот эти ваши народнические штучки. Народ жертва, стало быть, его надо прощать. Да никакая он не жертва. Елена Сергеевна, да, если честно говорить, мы его и брать с собой не хотели. Он сам навязался. У своих предков хрустальствер, а? Елена Сергеевна, ну вот неужели только ничтожество и... Ну вот такие люди заслуживают вашего снисхождения, а? Вы бы, Елена Сергеевна, лучше меня пожалели. Я как-никак потомственный интеллигент. Я, можно сказать, даже будущее, гордость России, так что у меня надо спасать. А то вы смотрите про Икраину, народ начинает вас пальцами тыкать, ведь история не прощает своих плачей. Что вы сказали? Я Елена Сергеевна говорю, что история своих плачей не прощает, и каждого назовет его имя. Ну, молодой человек, подрядчик. Не гадяйте. Берите бога, что я мужчина. Ну что, угадали бы, да? Так бейте, бейте, бейте. Неужели вас хоть что-то может остановить? Женщины, не поднимайте. Уже отчего там поднимите. Размерить границу мы переступили. Елена Сергеевна, ну, вы вот так говорите, знаете, о заповеди. Не такие уж и чудовища, как вы про нас говорите. А это вот, ну, как, не убей, не укради, не прелюбодействуй. Слушай, конечно, как раз понял, что, по-моему, не поверьте, где вам? Слушай, не гвазит, а ложью опуляцистов. Ну, глазами не моргнули. Знаете, Елена Сергеевна, вам очень идет. Что? Гнев вам очень идет. Глаза горят, лицо пылает. Вы никогда не пробовали играть в самодеятельности? Вас бы взяли. Темперамент у вас подходящий. Я бы даже сказал, трагический. Скажите, а вы что сейчас? Все эти изменения? Знаете, даже у бабок есть свои хелесовые питания. Вы же практически неуязвимы, но зато вам будет очень удобно жить. Да, люди, у которых никогда не болит душа. Ну, или ее просто нет. Это у нас, по-вашему, никогда не болит душа? Это вы говорите, что у нас души нет? Потому что ты ничьи, ты бисерами, ты же не видишь. Ты не видишь, ну, как, наверное, нет человека. Это же автомат, опыт, извергающий озвучивание. Просто, ты не прав, ты не нанимаешься. Слышите меня, я ненавижу вот эти вот амбразуры, а? Я не понимаю, почему нам с самого раннего детства нужно лезть на какие-то амбразуры, а? Вот почему в школе мы должны изображать каких-то комсомольских деятелей, чтобы получить хорошую характеристику. Здесь, Елена Сергеевна, мы должны изображать вот лицов и потомцев, чтобы вырвать этот недостающий балл. А вот потом, в тот момент, когда не хватит этого балла, мы должны будем изображать просто психопатов, чтобы угодить в психушку и получить белый берег. Я не могу вас больше слуха. Нет, не стойте. Вы просто выселите на нашу неуязвимость, но а как тогда пробиться к вашей собственной душе? И если мы вам не верим, ведь это только потому, что вы сами не верите ни себе, ни тому, чтобы даетесь внушить нам. Браво, браво, цицерон ты наш! Слушайте, Елена Сергеевна, слушайте! Да вы поймите, на самом раннем детстве будут показышничать и фальшивить. И учат этому десятки учителей и сама жизнь. Так что я вас прошу, не надо от нас открещиваться, Елена Сергеевна. Вот, мы ваши дети, мы ваши кровные дети, а не пасники. Не надо отбиваться от нас руками, ногами. Дайте нам ключ, Елена Сергеевна, пойдете спокойно спать. Вы устали бы у нас синяки под глазами, а завтра рано вставать, контроль не проверять нужно. Но спешите делать добрые дела, пока в душе сердце есть возможность. Помните плечо о луковке. Подайте луковку страждущим, и вам многое отпустится. Не спешите кинуть разницу ближнего своего, ибо кто из нас без греха? Это ведь тоже сказал учитель. Кать, давай, я не встречу тебе. Так, когда разговариваешь с учителем, щенки, они будут учить меня жизни, будто я шлифой котенок, которого тебе кто-то с перебом. Пошли вороть, люди, ублюдки, моральные, ублюдки, убирайте вон. Я буду встречать, я куда ж буду.